Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст говорит о добродетелях, каких надо исполнять, чего избегать. Будем иметь в виду одно то, что угодно Богу и что может привлечь на нас Его благоволение. И не из угождения дружбе, но из покорности к какому-либо обычаю. Не из покорности, не станем пренебрегать добродетелю, но будем пользоваться как должно долготерпением Божьим. И пока есть еще время, отложив всякую левность, возлюбим добродетель и возненавидим порок. Ибо если мы не будем и к добродетели стремиться с любовью и охотой, и к пороку питать великой ненависти, то не в состоянии будем ни избежать вреда от этого, не достигнуть той. А что добродетель заслуживает того, чтобы мы желали ее и горели к ней любовью? Послушай, что говорит пророк. Суды Господней истины все праведные, а не вожделение золота и даже множество золота чистого. Псалом 18, 10, 11 стихи. Сказал так не потому, чтобы они были только в такой степени вожделенные, но потому, что у нас нет ничего другого драгоценения этих веществ. Потому он и прибавил и слащий меда, и капель сота. И здесь опять он употребил это сравнение, потому что не мог найти вещества слащий меда. А те, которыми овладела безумная страсть, любовь к собиранию денег, истощают на это все свои силы и никогда не насыщаются. Потому что сребролюбие есть ненасытное пьянство. И как пьяные, чем больше вливает в себя вина, тем больше распаляются жажды. Так и эти сребролюбцы никогда не могут остановить этой неукротимой страсти. Но чем более умножается их имущество, тем сильнее разжигаются они страстью к деньгам и не отстают от этой злой страсти, пока не незринутся в самую глубину зла. Если же эти люди обнаруживают с таким постоянным усилием эту пагубную страсть, виновницу всех зол, то тем более должна нам судьбы Господней, которые выше золота и даже множество золота чистого, всегда иметь в своих мыслях и ничего не предпочитать добродетели. А эти пагубные страсти искоренить в своей душе и знать, что временное удовольствие обыкновенно рождает непрестанную скорбь и нескончаемое мучение. А не обманывать себя и не думать, будто настоящую жизнь оканчивается судьба наша. Правда, большая часть людей не выражает этого словами. Напротив, даже говорит о себе, что она верит учению воскресенья и будущему воздаянию. Но я обращаю внимание не на слова, а на то, что каждый день бывает. В самом деле, если ты ожидаешь воскресенья и воздаяния, то для чего так заботишься о житейской славе своей? Для чего, скажи, мне мучаешь себя каждый день, собирая денег больше, чем песка, покупая села, домы, бани, часто приобретая это даже предательством и лихаимством и исполняя на себе онное пророчество, чеческое слово. Горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющий поле к полю, так что другим не остается места. Исайет, 5 глава, 8 стих. Не это ли видим мы каждый день? Один говорит, дом такого-то отнимает у меня свет и выдумывает тысячу предлогов, чтобы отнять его, а другой, взяв поле у бедного, присоединяет к своему. А что особенно замечательно, необыкновенно, странно и непростительно, иной сам живет в одном месте, часто даже не имеет возможности, если бы и хотел перейти в другое место или по слабости, телесно или по другим обстоятельствам, а между тем хочет всюду и во всех городах иметь памятники своего лихаимства. Везде поставить вечные столпы своего нечестия и греха, которыми все это собрано, возлагает он на свою голову и несет, не ощущая это тяжелое и неудовоносимое бремя, а наслаждение собранными им сокровищами предоставляет другим. Не только уже после переселения из этой жизни, но еще и прежде исхода отсюда. Ибо если он и не лишится их против воли, то все они, однако же, расточаются и, так сказать, разрываются по частям его домашними, а сам он не наслаждается и тысячную из их части. Но что, говорю, наслаждается? Если бы он и хотел, то как достигнет того, когда у него одно чрево для такого множества денег? Но причина всех зол – тщеславие и желание дать свое имя полям, баням, домам. Что тебе пользы, возлюбленный, когда спустя немного от постигшей тебя горячки душа твоя внезапно отлетев, оставить тебя без всего и нагим, или лучше – лишенным добродетелем, а облеченным в неправды хищничество, лихаимство, стоны, воздыхание, слезы сирот, козни, обманы. Как же, имея на себе столь великое бремя грехов, в состоянии будешь пройти сквозь те узкие врата, которые не могут вместить столь великой ноши? Итак, по необходимости ты будешь оставаться вне врат в царстве, и под тяжестью этой ноши напрасно будешь каяться, видя уже перед глазами у себя приготовленное наказание, огонь тот страшный и никогда не угасающий, и червь не умирающий. Впрочем, если мы сколько-нибудь заботимся о своем спасении, то пока есть еще время, отступим от греха, обратимся к добродетели, отринем тщеславие. Оттого оно и называется тщеславным, что пусто и не имеет в себе ничего твердого и постоянного, это только обман, а чей исчезающий, прежде чем явится. Не видишь ли, как часто тот, кому сегодня предшествуют лекторы, и кого окружают копьеносцы, завтра живет в темнице вместе с преступниками? Что обманчивее этой пустой и суетной славы? Если же в настоящей жизни и не случится с ним такой перемены, так смерть непременно постигнет его и прервет его благополучие. И тот, кто сегодня наводил страх на площади, бросал в тюрьму, сидел на возвышенном месте, горделиво надмиваясь, и на всех людей смотрел, как на тени, завтра вдруг лежит мертвый, бездыханный, полный зловония, осыпаемый тысячью укоризн, и от обиженных ими, и от тех, кто соболезнует обиженным. Что может быть жалче такого человека? И все, что им собрано, часто делят между собой его враги и неприятели, а грехи от этого, накопившиеся у него, он уносит с собой. И подвергается за них весьма строгому отчету. Посему, прошу, станем убегать этой суетной славы, возлюбим славу истину, и пребывающую вовеки, и пусть ни страсть к деньгам не обольщает нас, ни пламя похоти не сожигает, ни зависть, ни ненависть не исушат, ни гнев не воспоминяет, но все эти злые и пагодные страсти, угасив росою духа, презвим настоящее, возжелаем будущего, подумаем о будущем дне суда и покажем великую строгость в жизни. Мы не для того введены в эту жизнь, чтобы только есть и пить. Не жизнь создана для пищи и питья, но для жизни пища и питье. Так не станем же превращать этот порядок и не будем так угождать чревую плотским вожделением, как будто бы мы для того только и созданы, но размышляя о происходящем для нас вреде от этого угождения, станем укращать движение плоти. Не поленимся и не попустим ей восставать на душу, если и сам апостол Павел, столь великий и высокий муж, как бы на крыльях облетевший всю вселенную, ставший превыше телесных нуж и удостоившийся слышать неизреченные глаголы, которых доселе никто другой не слышал, говорил о своем послании «Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». 1 Калифин, 9 глава, 27 стих. Так если он, удостоившийся такой благодати после столь многих и высоких подвигов, имел нужду усмирять и порабощать и покорять под власть души и подчинять ее управлению сильные порывы плоти, ибо усмиряют то, что восстает, и порабощают то, что сбрасывает себя узду, то что, скажем мы, не имеющие ничего доброго, обремененные тяжкими грехами и при всем том преданной великой беспечности. Разве в этой брани есть перемирие? Разве есть определенное время для нападения? Всегда должно быть в бодрствии, никогда не считать себя в безопасности, потому что не назначено время, когда враг и противник нападет на нас. Итак, будем всегда помышлять, всегда заботиться о своем спасении, дабы таким образом, когда могли мы и быть непобежденными, и избежав козней врага, получить милость от Бога благодатью и щедротами Его единородного Сына, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава держала честь ныне и всегда и во веки вечные. Аминь.